Здравствуйте! На этом занятии мы познакомимся с линзами. Мы узнаем, какие их виды бывают, познакомимся с принципом действия и применением. Узнаем, как ведет себя луч света, проходящий через линзу. Начнем мы с того, что вспомним несколько законов геометрической оптики. В частности, закон прямолинейного распространения говорит, что в однородной среде луч света от источника до наблюдателя распространяется по прямой линии. Если нам необходимо каким-то образом изменить ход этого луча, то, очевидно, такую среду распространения необходимо сделать неоднородной. То есть, как минимум, необходимо сделать здесь две разных среды, тогда у нас будет происходить явление преломления. Рассмотрим ситуацию, когда у нас есть граница раздела воздуха и, например, стекла. Воздух, а вторая среда это стекло. В такой ситуации ход луча будет выглядеть примерно следующим образом. То есть, после прохождения границы раздела, направление распространения светового луча изменится. При этом, здесь картинку можно достроить следующим образом. К точке касания луча с границы раздела мы к этой точке восстановим перпендикуляр, обозначенный на рисунке пунктиром. Дальше мы обозначим угол падения альфа и угол преломления. Оба угла отсчитываются между лучами и перпендикуляром. Напомним, закон преломления выглядит следующим образом. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равняется относительному показателю преломления данных двух сред. Если мы рассмотрим ситуацию, когда у нас на границу раздела падает пучок параллельных друг к другу световых лучей, то после преломления каждый из лучей изменит свое направление, но они также останутся параллельными друг к другу. То направление, по которому они могли бы распространяться, если второй среды не было, я обозначил здесь пунктиром, желтым цветом. Итак, мы видим, что при такой ситуации лучи также останутся параллельными друг к другу. И если мы хотим изменить их относительный ход, необходимо тогда изменить форму поверхности. В частности, мы можем рассмотреть преломления на вот такой вот, например, среде, на такой вот границе раздела. Рассмотрим, как будет идти пучок параллельных друг к другу лучей. И в случае, если у нас есть, например, вот такая ситуация. Здесь вот я обозначил поверхность тела, выполненного из стекла. Очевидно, это и есть линза. То есть под линзой подразумевается прозрачное тело. Ну, в большинстве своем, в простейшем случае, тело ограничено с двух сторон сферическими поверхностями. Хотя, на самом деле, линзы бывают не только сферическими, но и цилиндрическими, но и всяких различных более сложных форм. Ход лучей определяется здесь следующим образом. Проследим за ходом каждого из лучей. Для этого мы должны в точке соприкосновения луча с поверхностью построить перпендикуляр к этой поверхности. Обозначить здесь углы падения. По закону преломления вычислить углы преломления и сделать следующее построение. Луч, который падает вот таким вот образом, что угол падения равен нулю, после преломления не изменится его направление и будет двигаться также прямолинейно. Дойдя до границы раздела с другой стороны, он также пойдет прямолинейно. Первый луч Преломится следующим образом. То есть, угол преломления уже будет меньше угла падения. Далее, на второй границе раздела происходит выход луча из более плотной среды в менее плотную. Соответственно, угол, под которым он пойдет к перпендикуляру к этой поверхности, станет больше. То есть, примерный ход луча будет вот такой. Здесь, в этой ситуации, мы получаем картинку для третьего луча примерно такую. Также, на этой границе раздела мы строим перпендикуляр. Также вычисляем угол, под которым он выходит. Он будет больше. И получается примерно такая ситуация. Опыты показывают, что для линзы, ограниченной двумя сферическими поверхностями, вот такой вот линзы, лучи, вообще говоря, сходятся в одной точке. Такую точку называют фокусом. А слово фокус происходит от греческого слово, которое обозначает очаг в переводе. F это фокус. Очаг по-гречески. Ну, очевидно, что этим свойством можно пользоваться, например, для разжигания каких-то предметов, если воспользоваться солнечными лучами. Итак, запишем определение. Линзами называются прозрачные тела, ограниченные с двух сторон сферическими поверхностями. Линзами называются прозрачные тела, ограниченные с двух сторон сферическими поверхностями. Так, ну и как мы понимаем Здесь могут быть различные конфигурации То есть сферические поверхности Друг относительно друга могут быть расположены По разному Поэтому у нас получается с вами Вот такие вот различные конфигурации То есть в частности Одна из поверхностей может быть плоскостью И тогда мы получаем двояко-выпуклую Выпукло-плоско-выпуклую линзу Выпукло-вогнутую линзу Двояко-вогнутую линзу Здесь мы получаем плоско-вогнутую линзу И Выпукло-вогнутую линзу Давайте мы попробуем сделать себе такой рисунок Двояко-выпукло Следующий вид, как мы увидели Это будет выпукло-вогнутая Плоско-выпукло Двояко-выпукло так и пожалуй у нас осталось еще выпуклоплоская линза и так вот мы рассмотрели несколько видов линз если двояко выпуклая линза является однозначно собирающей как мы сами выяснили то к собирающим линзам также будет относиться плоско выпуклая линза она также собирает лучи в одной точке вот а все остальные перечисленные линзы обладают другим свойством они наоборот являются рассеивающими давайте посмотрим ход лучей в рассеивающей линзе для этого мы изобразим примерно ход лучей такой линзе опять-таки луч который проходит а примерно относительно оптического центра линзы относительно точки симметрии этой линзы обладает тем свойством что падает под углом 0 градусов и соответственно не преломляется он проходит дальше для двух других лучей первого и третьего ход будет примерно следующий когда я нарую границу раздел мы здесь пендикуляр к поверхности пендикуляр к поверхности и определяем ход лучей угол увеличивается и мы видим что такие лучи расходятся здесь можно сделать некое дополнительное построение то есть посмотреть как будто бы эти лучи вышли из какой-то некой точки та точка из которой они как будто бы вышли является фокусом но в данном случае мнимым фокусом это мнимый фокус и так значит на первой картинке у нас представлен ход лучей в собирающей линзе на втором рисунке показан ход лучей в рассеивающей линзе еще интерес представляет например рассмотреть ход луча который проходит где-то рядом от оптического центра он будет проходить примерно вот таким вот образом из соображения симметрии здесь получается угол на входе и на выходе будет одинаково а уж тут и просто на просто смещается на которые влияния причем это расстояние будет зависеть от толщины линзы если мы будем прибегать толщиной линзы то можно считать что луч проходящий через оптический центр проходит без преломления как можно определить положение оптического центра линзы как было сказано линзы это прозрачное тело построенное ограниченное двумя сферическими поверхностями давайте представим себе эти сферические поверхности первая сферическая поверхность имеет центр в точке у 1 2 сферическая поверхность имеет центр точки о 2 если эти центры мы соединим друг с другом а здесь мы сделаем вот такое построение то это будет оптический центр линзы то есть линза по сути ограничено вот такими поверхностями итак мы выяснили как как идет ход лучей в линзе мы выяснили какие виды линз бывает давайте посмотрим следующие вопросы первый вопрос что такое линза на него мы ответили линза это прозрачное тело ограниченное двумя сферическими поверхностями второй вопрос что такое оптическая ось давайте найдем ответ на этот вопрос шестьдесят восемь параграфе учебника здесь давно следующее определение прямая а б поящая через центры сферическое ограниченное называется оптической осью на нашем рисунке мы здесь обозначили у 1 по 2 то есть можно написать здесь о 1 по 2 тире оптическая ось у 1 по 2 оптическая ось тире это прямая проходящая проходящие проходящие через центры сферических поверхностей с которыми ограничены линзы с которыми ограничены линзы Дальше, следующий вопрос. Что такое фокус линзы? Как мы с вами выяснили, фокус, по-гречески очаг, это та точка, в которой для собирающей линзы сходятся эти лучи, а для рассеивающей линзы как будто бы выходят эти лучи. Давайте посмотрим более четкое, точное, лаконичное определение в учебнике. Значит, мы видим, здесь сказано следующее, направив на выпуклую линзу пучок лучей, параллельных оптической оси линзы, мы увидим, что после преломления в линзе эти лучи пересекают оптическую ось. И эта точка называется фокусом. Можно дать такое определение, что фокус это точка, в которой сходится параллельный пучок лучей. Фокус-точка, в которой параллельный пучок лучей после прохождения линзы. Это верно для линзы собирающей. И такой фокус называют действительным. А для рассеивающей линзы определение звучало бы так, что это точка, из которой мнимо выходят лучи, которые до того, как войти в линзу, были параллельны ей. Таким образом, мы получаем следующее, что фокус может быть действительным и мнимым. Действительные у собирающей линзы. А мнимы у рассеивающей. Дальше, следующим будет определением так называемое фокусное расстояние. Фокусное расстояние, это расстояние от оптического центра линзы, от оптического центра линзы до точки фокуса. На этих рисунках это отрезки ОФ. ОФ Состояние от оптического центра До ее фокуса. Кстати говоря, линза имеет два фокуса, симметрично расположенных с обоих сторон от нее То есть если мы будем рассматривать параллельный пучок лучей, идущих с другой стороны, то они сойдутся также в точке фокуса Для того, чтобы рассматривать более простые ситуации, делать геометрические построения На них линза обозначается упрощенным способом То есть вместо рассеивающей линзы, вместо того, чтобы каждый раз рисовать саму эту линзу На схемах она обозначается вот таким вот образом То есть отрезок ограниченный с двух сторон стрелочками, направленный в противоположные стороны Если линза у нас является рассеивающей, что она в сечении имеет вот такую форму То на схемах она обозначается вот таким вот образом дальше значит фокусное расстояние для линз зависит от кривизны линзы зависит от того насколько она является выпуклой и чем более выпуклой соли тем сильнее кредко от лучей и тем меньше у них расстояние для более устой линзы у которой больше кривизна давайте потом учебник говорит про это обратно ее фокусное расстояние лично обратно ее фокусное расстояние формула будет следующая здесь под уже не точка фокуса а именно то есть на сумке это отрезок о f все обозначает просто буквой f большое формула у нас будет следующая для этого d равняется 1 разделить на f если фокусное расстояние измеряется в метрах то оптическая сила измеряется в такой единице измерения которое называется диоптрия сокращенное обозначение системе си выглядит следующий образом d ptr диоптрия то есть в частности если у нас есть линза у которой фокусное расстояние 1 метр следовательно и оптическая сила такой линзы будет 1 диоптрия если например у линзы фокусное расстояние составляет 20 сантиметров то есть 0,2 метра следовательно оптическая сила будет составлять 1 разделить на 0 2 значит это будет 5 диоптрий при . здесь не ставится в конце при этом у линз собирающих оптическая сила берется со знаком плюс так как фокус у нее действительно считается а умним их у линзы рассеивающих с минимум фокусом оптическая сила берется со знаком минус d может быть меньше нуля либо больше нуля больше нуля это линза собирающая это линза рассеивающая тот кто носит очки в принципе сталкивался с этим ему знакомы эти определения у кого есть проблемы с следующего вида при близорукости для корректировки носят очки с линзами рассеивающими имеющими отрицательную оптическую силу ну и люди говорят там минус полторы диоптрии минус 2 диоптрии минус 3 и так далее а у кого дальнозоркость те для корректировки носят линзы с положительной оптической силой у них соответственно там будет плюс 1 плюс 2 диоптрии диоптрии и так далее посмотрим следующие вопросы почему в собирающей линзе параллельные лучи сходятся к оптической оси значит ну это связано с явлением преломления происходящим на одной поверхности и на 2 как мы видели с вами по построению по первому нашему рисунку мы видим что после преломления на каждой поверхности угол под которым шел луч становится меньше то есть он уменьшился в первом случае во втором случае он увеличился относительно перпендикулярно но направление луча а продолжила отклоняться в этом же направлении для луча третьего как вот здесь обозначено его отклонение происходит именно таким образом то есть получается отклонение лучей в сторону оптической оси происходит именно из-за того что поверхности является выпуклыми выпуклыми таким образом объяснение этому есть здесь в учебнике это подробно расписано как идет ход лучей ход лучей для рассеивающей линзы обозначен здесь на картинке у нас то соответствует второму рисунку ход лучей и мнимый фокус лучи как будто бы выходят оттуда это обозначение рассеивающей линзы на схемах здесь показаны две рассеивающих линзы имеющих разную оптическую силу у этой фокусное расстояние меньше соответственно оптическая сила больше а у этой линзы наоборот фокусное расстояние больше значит оптическая сила меньше но если представить ситуацию что эти линзы мы используем как лупы то линза имеющие большую оптическую силу больше увеличивает изображение если она рядом расположена ну вот для того чтобы узнать в каком случае линза увеличивает или уменьшает мы должны перейти к рассмотрению хода лучей в линзе это материал следующего параграфа параграф 69 изображение даваемой линзы давайте мы посмотрим запишемся изображение даваемой линзы или получаем с помощью линзы значит для построения мы обозначим здесь обозначу более тонко оптическую ось линзы обозначим саму линзу в данном случае обозначил линзу собирающую сделаем обозначение точка о это оптический центр это обозначена линза это обозначена оптическая ось вещь называют главной оптической ось дальше необходимо обозначить точки фокуса для этого расположим несколько рисунков рядом друг с другом и сделаем здесь еще такое построение для линзы рассеивающей это будет рассеивающей линзы также точка о точка фокуса такие построения естественно удобно делать с помощью линейки в тетради удобно расположить рядом несколько таких построений итак рассмотрим следующий ход нескольких лучей для начала рассмотрим пучок ход пучка мы уже знаем как он идет мы не будем здесь повторяться мы рассмотрим ход лучей от от объекта при этом рассмотрим такую ситуацию значит здесь интерес представляет лучи от объекта который расположен на разном расстоянии от линзы характерные точки здесь будет фокус и удвоенный фокус давайте посмотрим значит первая ситуация объект находится между двойным фокусом и фокусом то есть объекты обозначен например с помощью стрелочки обозначить здесь точки точка а и точка б нас интересует как будет эти лучи вот этого объекта вот этого объекта ну подразумевается что сам объект не является источником света то есть источник света находится где-то со стороны то есть вот здесь например находится либо лампа либо солнце от которого лучи света идут в разные стороны какие-то лучи доходят до объекта от объекта они также отражаются идут в разные стороны и нас интересуют те лучи которые пойдут до линзы во первых нас интересует здесь несколько так называемых характерных характеристических лучей то есть первый луч который идет от точки объекта до точки фокуса параллельно главной оптической оси то есть я нарисовал сейчас луч идущий параллельно главной оптической оси значит здесь мы должны воспользоваться чем на первом рисунке мы сами выяснили что лучи которые идут параллельно друг другу сходятся в точке фокуса и при данной конфигурации они как раз шли параллельно главной оптической оси то есть вот оно первое свойство луч который идет параллельно оптической оси линзы проходит дальше через точку фокуса то есть дальше его надо построить вот таким вот образом стрелочкой укажу направление хода лучей второе если вы увидите что луч который в окрестностях оптического центра он практически не преломляется если считать линзу достаточно тонкой то вот этим вот отклонением луча можно пренебречь и поэтому большинстве этих геометрических построений которые рассматриваются для так называемой тонкой линзы считается что луч проходящий через точку не преломляется поэтому мы строим его по прямой линии вот таким вот образом значит мы увидели что эти два луча они пересеклись в некоторые точки при этом если построение вы делали у себя в тетради аккуратно по линейке должна получиться следующая ситуация точка Б которую я здесь обозначил перейдет в точку Б штрих а точка А перейдет в точку А штрих на самом деле мы построили лишь два луча которые соответствуют лучам испущенным из точки Б для точки А такое построение тоже можно было бы сделать но на самом деле здесь строится построение последовательно для нескольких точек объекта и из соображений симметрии получается что если объект был перпендикулярен главной оптической оси то его изображение тоже будет перпендикулярно вопрос что означает изображение что оно из себя представляет естественно в воздухе никому не можем то есть изображение можно увидеть если вот здесь в этом месте разложить вот здесь вот разложить откан то есть предположим мы расположили здесь бумаги вот в этой расположили лист бумаги тогда на листе бумаги мы можем увидеть четкое изображение этого объекта в пространстве естественно ничего мы не увидим дополнительный луч можно построить еще вот такой если взять луч который идет через точку фокуса, через точку фокуса, то после преломления в линзе он пойдет параллельно главной оптической оси. Ну как мы видим это следует из принципа обратимости лучей, что вот такой вот третий луч, который я нарисовал, третий луч, он соответствует тому, что если бы луч шел параллельно главной оптической оси, то после прохождения линзы он прошел бы через точку фокуса. Итак, вот мы изобразили три характерных луча. Теперь давайте посмотрим, как такие же, как такие же лучи будут идти через линзу рассеивающую. Построим здесь объект, допустим, между точкой фокуса и двойного фокуса. Здесь для рассеивающей линзы построение делается следующим образом. Здесь также сохраняется свойство, что луч прошедший через оптический центр линзы не преломляется. Первый луч построили. Дальше мы посмотрим, как будет идти луч, который идет параллельно главной оптической оси. Здесь построение будет таким образом. Идет параллельно галактической оси, а после прохождения линзы будет идти следующим образом. Как будто бы, как будто бы он был испущен из точки фокуса. Поэтому по линейке мы построим луч, идущий из точки F, и через точку переднего второго луча с линзой. Вот таким образом. При этом часть, которая идет здесь, с этой стороны линзы необходимо будет обозначить пунктиром. Я построю это вот таким вот образом. Дальше обозначу пунктиром вот этот вот луч. На самом деле его естественно нету, а реальный ход луча вот такой. Это был второй луч. Ну и в принципе мы можем с вами построить еще один луч вспомогательный. То есть луч, который идет от точки объекта и проходит через точку фокуса. Вот он доходит до линзы, ну до плоскости линзы. Мы здесь видим, что при таком построении он как бы уже ушел за линзу, но формально если бы продолжить, если считать, что линза здесь имеет больший размер, то такой бы луч пошел бы следующим образом. нужно провести луч, так как он прошел через точку фокуса. Продолжение следует... 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 Выпуклые, плоско-выпуклые, выпуклые, вогнутые, плоско-вогнутые и вогнуто-выпуклые. Дальше мы познакомились с определениями, что такое оптический центр, оптическая ось, фокусы, виды фокуса. Они бывают действительно мнимые, действительно у собирающей линзы, а мнимые у рассеивающие. Мы познакомились с тем, что такое фокусное расстояние и оптическая сила, измеряемые в диоптриях. И мы познакомились с тем, как строится ход лучей в линзах. Рекомендую построить ход лучей для объектов, находящихся в разных положениях. Например, до фокуса, в точке фокуса, в двойном фокусе и за двойным фокусом. Пользуясь тем, что луч, проходящий параллельно оптической оси, проходит через фокус, а луч, проходящий через оптический центр, не преломляется. То есть можно самостоятельно построить ход лучей для этих нескольких ситуаций и сделать выводы. На этом я закончил. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...